Субтитры подогнал «Симон» Холдинг «Симзолото» добывает драгоценный металл в Красноярском крае, Кемеровской области и Республике Хакасия. В 2016 году пилотным проектом промышленного освоения территории Северо-Енисейского района старательской артелью «Ангара-Север», входящей в состав холдинга, стал прииск современной. Современный, один из молодых участков нашей артели. Золотодобычу ведем здесь с 2016 года. Значит, за это время удалось установить и промыть на двух промприборах. Это ПК-1 и ПК-2. Работы производим на пятом блоке. Наши предшественники деды серединку отработали, самое вкусное, оставили нам кусочек поживиться. Ну вот, надеемся, что ближе к горе еще что-то возьмем. Хорошо, что скальная местность. У нас сухо, порядок на участке. То есть мы можем даже в кроссовочках пройти после рабочей смены, в баню в тапочках. Малая заполученность. Плюс огромный. До Карины глубоко? Ну, это местами, знаете, местами бывает и 10-15 метров. В основном, если идем по руслу реки, то 3-4 метра. Бывает даже местами 2 метра. На каждом участке есть свои особенности. На прииске современном это комплексный промывочный прибор, спланированный, разработанный и установленный силами конструкторского отдела холдинга СИП «Золото». Добывать драгоценный металл на нем можно во все сезоны и при любой погоде. А мобильность при переездах делает его уникальным. Мы сейчас находимся на приборе ПК-2. Особенность этого прибора в том, что он выстроен в несколько этажей. Схема обогащения, то есть пески попадают на стол, там процессом грохочения и размыва пульпа падает на промшлюз, где ложится основной металл. Дальше это все проваливается в промбункер и с помощью гидроэлеватора попадается вверх на одношлюзовую колоду. Преимущество этой конструкции в том, что она находится в одном защищенном и утепленном контуре, что позволяет в отрицательной температуре промывать без потерь и без замерзания шлюзов и позволяет производить съемку и работать съемщиком. Первый прибор мы поставили внизу, начали разрабатывать третий блок, старые дедовские отвалы. Возле прибора фортануло нам немножко, намыли 7,5 килограмм в том году. С техникой все хорошо, технику сочиним сами, что в наших силах. А если не в наших силах, вызываем наладчиков, в Красноярске приезжают и ремонтируем. Какая была съемка сама большая в том году? Кило 300. Золото идет помаленьку. Где горный мастер говорит копать, там и копаем. Где с крыши вывозим, под крыши пески, машины отгружаем. Машины возят на прибор, на подачу, на промывку. Ведем раскопки, берем пробы регулярно, отслеживаем. Куда песочки, туда и мы. Съемочки идут, тогда азарт и людям интересно. В общую копилку поднять артель, на премию заработать. Себе и людям руководство поддерживает нас в этом. Хотел заметить, что время 9 час, ребята еще работают. Тот, кто действительно болеет за свою технику и хочет побыстрее отремонтировать, выехать в работу. Думаю, в бульдозере с кондиционером приятнее, чем здесь в пыли, на ремплощадке. Поэтому они хотят, наверное, сидеть за рычагами, чистенькие, в тапочках, чем здесь в грязи, ну, пыли, так скажем. Главной ценностью любой артели является не техника и лицензия на золото-добычу, а человек. Именно он самоотверженно работает на общее благо. Каждый на своем месте, в столовой, за рычагами бульдозера или экскаватора, на промывочном столе гидромонитора или на съемке металла с колоды. Общий успех зависит от каждого. Я работаю с девятого года в Ангаре. В принципе, все устраивает. На этом участке с начала, второй год, на промывочный сезон, вот с прошлого года заехали. А где ваша супруга работает? Вместе стараетесь? Работает поваром здесь тоже уже давненько. В шесть лет вместе познакомились тут в Ангаре, еще на участке Озерный. Сейчас приехали сюда. Мы живем в отдельном домике, отстроились с помощью энергоучастка, местного участка, помогли. Работаю на участке современной электромонтером с марта месяца. До этого работал около двух лет в охране, тоже в Ангаре. Все устраивает. Видите, как поселок расстроился. Было, вот считайте, раз, два, три, четыре. Четыре балка и маленькая столовая. Вот за данный период, начало сезона, вот отстроили. Столовую увеличили, вот насколько. Все это же надо было электрифицировать. Все, и как бы вот балки новые. В плане еще много всего. Как вы стали старателем? Как вы попали в артель? Как давно это случилось? Расскажите, пожалуйста. 2 марта. Захотела узнать больше, что такое тайга. Я вот приехала, поинтересовалась, как здесь люди живут и работают. Какое блюдо ваше любимое? Ну, которое вы любите лучше всего готовить? Борщ. Борщ? Всем нравится. Чем красивее женщина, тем вкуснее больше. Вкусные блины у них. С середины прошлого года тут. Вы тут постоянно так и живете? Ну, почему в отпуск? Мы езжаем, отпускают. Я работала в партизанские. Школу закончила, отучилась в городе. И потом с 21-го года работала там в партизанские. А вот в 10-м году пришла в Ангару-Север. Для работы, короче, условия есть. Все прекрасно. Ваше любимое блюдо какое? Щи. Добавки просят? Бывают, просят. В углубленный миф у нас ни разу еще не принято. Главное уметь готовить, да? Да. Работаю вторую вахту уже здесь. До этого работала тоже на золоте на вахте. Здесь работаю бригадиром, плотников, сварщиков, горных рабочих. В данный момент строим котельную, контору. Проводим отопление, строим балки, столовую, баню будем строить, сушилки. Ну и текущий ремонт везде. Все производим сами. Монтаж, демонтаж, все делаем сами. В моей бригаде бывает от двух до десяти человек. Приехал я в конце марта, 31 числа сюда. Ну и вот, по сей моменту здесь работаю. Где, если что-то не получается, то он, Карим, подсказывает. Так все нормально. Это ваша первая вахта? Много. Мы занимаемся техникой, ремонтируем эскаваторы, погрузчики. Заявка пришла, мы поехали на объекты и ремонтируем отверстия. То есть растачиваем, наплавляем. Приходится станок просто сверху его ставить. Ну, тяжко. Я вас поднимать? Останок 35 килограмм весит. То есть приходится попыхать. Как давно вы работаете? Я 4 месяца. Первый год? Да, первый год. Машина закреплена за вами или каждый раз разная? По плохим дорогам нам дают уазик. А по хорошим дорогам нам спорды дают. Чтобы не гробить технику. Я работал до этого только вахтой, токарем. Ну, случайно насквился объявление. Ну, как по чесноку, каждому свою. Кому-то нравится, кому-то нет. Мне отлично нравится. Он пришел, поработал, понравился. Все, он сказал, я буду работать. Бывает техника до такой степени вышатана, что неделю мучается с одним экскаватором. В Ангара-Север я работал сравнительно недавно. Это с июня месяца, сначала. А свой путь я начинал с Якутии. Геолого-разведки я отдал 13 лет. Здесь, в принципе, только первый раз. И специфика работы совсем другая. В принципе, проблем таких глобальных у нас нет. Если бы были они глобальными, у нас техника бы стояла вся колом. Я думаю, эта школа жизни неплохая. Ну, и как бы у меня стоит в плане того, что сына своего старшего сюда работают. Я как такой человек, что я не собираюсь на месте стоять. 10 лет я отработал водителем вездехода. То есть вездеходы я знаю любые совершенства хорошо. Ну, а потом, естественно, я отучился и работаю на дипломировании механика. Это моя первая вахта. И она длится три месяца. Работа очень, как бы, с одной стороны несложная, но крутить пушку – это тоже нужно. И умение, и силу. Буквально две смены отработал и втянулся уже, все начал понимать. Я, если честно, вообще приехал заработать, да. У меня есть другие перспективы, так сказать. У меня институт. Я инженер охраны труда будущий. В этой ферме третий год уже работаем. Устраивался автослесарем, потом горнорабочим был, машинистом экскаватора. Я вот сейчас в данный момент, третий месяц, исполняю обязанности горного мастера. Меня здесь все устраивает. Прекрасный коллектив. Взаимовыручка, взаимопонимание. Быть тоже хороший. Главное, зарплату вовремя платят. Эски богатые? Ну, они не всегда богатые. Разведкой добываем, ищем. Много проб приходится делать смену? Ну, за смену примерно, если мы вот нашли, на жилку нарвались, буквально экскаватор пошел 2-3 метра. Мы сразу же берем пробу, чтобы не грузить всю горную массу. Работаю на севере второй год. Работать не в чем можно, техника нормальная, условия нормальные, не обижают, зарплату нормально плодят. А отец здесь работает. Забота о человеке труда, о том, как он одет, обут, в каких условиях живет и отдыхает – непростая задача. Особенно там, в далеких вахтовых поселках, где очень часто нет стабильного сообщения с миром. Коптим сальца. Хотим внести разнообразие в общий пит для мужиков. Также заготавливают дрова на зимний период времени, чтобы зимой по снегу не мучиться. Готовь санки летом. Так как овощей будет большой объем, нужно куда-то складировать, чтобы не портилось. Вот своими же усилиями, общим коллективом, строим овощехранилище. Строительный материал подвозят, новые машины дают. В общем, как потопаем, так и полопаем. Это наша кочегарка, которая отапливает в столовую. Для улучшения условий поставили ямкостя кубовые. Есть вода горячая, холодная на зимний период времени. Плюс отопление. Топится печечка, нагреваются батареи. Можно ходить в носках общими усилиями. Составляем меню каждый вечер. Собираемся, обсуждаем, что новенького внести для коллектива. Водонагреватель, вода горячая, холодная. Все условия. Живи и радуйся. Хлебом, булочками, ну, такими хлебобулочками. Сами участвуют. Бывают, но другие участвуют. Условия проживания нормальные, как на вахте, везде. Питание отличное. Балки хорошие, высокие, удобные, теплые. Телевидение есть, связь есть. Все друг друга поддерживают. Здесь дружно все, как бы, все хорошо. В этом году поставили три балка новых. Столовую новую сделали. Намечается строительство. Бани новой. Это вот в ближайшее время. Так все устраивает, все нормально, все хорошо. Дружный коллектив старателей совместными усилиями решает любые задачи, первостепенные и важные. И подключив на участки телевидение, связь и интернет, построив баню, прачечную и столовую, начинает думать об открытии спортзала и о гостевых домиках. На участке было 30 человек, на данный момент сейчас 80. Участок растет, развивается, строится. Хотим построить небольшую гостиницу, чтобы приезжали семьи к работягам, с детьми, какие-то беседки, игровые, может, площадку какую-то. Растем и думаем о будущем. Поселок строится. Надо его электрифицировать. Тянем электричество по поселку с помощью воздушных линий. В чем наша помощь и заключается. Мы стремимся к тому, что дадут нам насосную установку. Будет вода центральная с речки. До Белых Мур надо построить сушилку, ГСМ доделать, погреб. Все течет, все изменяется. Меняемся мы, меняется и мир вокруг нас. Что мы оставим после себя? О чем будут думать наши внуки, пришедшие за нами? Быть может, создаваемый по крупицам исторический уголок прииска вырастет в настоящий музей золотодобычи в Красноярском крае. Раскопки начались при царице. Находим вагонетки, подковы, где кирка старая попадется. Начинаем собирать музей небольшой. Нашли вагонетку недавно. Видимо, по рельсам со Штолин вытаскивали пески наши деды. Сейчас можно разрабатывать экскаваторами, более объемно вывозить. Деды шли по песочкам. Забирали крупное, мы чуть мельче. Ну, я думаю, и внукам нашим достанется что-то. Экология соблюдается, вода чистая. Приезжала комиссия, осталась довольна. Приезжайте, отведайте водички наши. Участку современной всего два года. А рассказ о событиях, ставших фактами, и свершениях старателей холдинга Сибзолота позволит этой истории стать яркой, емкой и значительной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова